Любое торжество, будь то новогодний концерт или 8 марта, невозможно представить без представителей этой профессии. Пока все отдыхают, они работают, но дело жизни работника культуры это вовсе не рутина. Эти люди живут творчеством. Каждый год, 25 марта, они на один день становятся виновниками торжества. Работники культуры отмечают свой профессиональный праздник. Так, в Литвиновском клубе собрались представители отрасли. Кто-то только начинает свой профессиональный путь, а кто-то посвятил делу жизни несколько десятков лет. Как полагается, по роду деятельности работники культуры устроили яркое торжество, чтобы заряда праздничного настроения хватило как минимум на год. Позвольте вас приветствовать от имени главы нашего города Андрея Алексеевича Булгакова. Надеюсь, сегодня у нас будет прекрасный, замечательный вечер, полон настроения, позитива. Будьте счастливы, здоровы, успехов. Какие прекрасные спектакли ставятся в театре, какие выставки шикарные проходят в ваших музеях, какие концертные программы и праздники проводят на территории городского Кругущелково. Я искренне благодарю каждого из вас за тот труд, который вы делаете. Сегодня в этой сфере трудится свыше 700 человек. Для каждого работника культуры его деятельность – самовыражение. Эти люди – представители одной из самых творческих и крайне важных отраслей. Их миссия – сохранение преемственность духовных традиций страны. На сегодняшний день у нас 14 юридических лиц, 56 домов культуры, 22 библиотеки и 4 парка, получается, усадьба Фрианово, как вы знаете, музей и галерея. То есть отрасль культуры, она разная. Мы помогаем сохранять семьи в том числе. Мы занимаемся активным долголетием. Старшее поколение работает вместе с нами. Самое главное, чтобы мы делали вот в любое время, но людей делали счастливыми. Радовали их. Чтобы те дети, которые к нам приходят, они радовали своих мам, своих пап, своих бабушек, дедушек. Наверное, каждый думает, для чего я? Для чего я в этой отрасли? Что я могу полезного привнести в эту отрасль? Но мне кажется, вот в сегодняшнее время такое очень неоднозначное и сложное для понимания, не для чего, а как, каким способом. Вот каким способом я должен донести эту культуру для людей? Прежде чем состоится любой концерт или выставка, флешмоб или поэтический вечер, проделывается большая работа. И ведь мало кто задумывается, какая подготовка предшествует любому торжеству. Конечно, труд работников культуры Щелкова не остался незамеченным. Их наградили благодарственными письмами главы городского округа, Московской областной думы и Комитета по культуре и туризму. Анна Балиет, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.